Библейский портал экзегет.ру представляет 14 глава 2 книги Паралипоманен или Хроник Перевод российского библейского общества, я читаю его для библейского портала экзегет Ну вот пошли маленькие такие главки, посвященные маленьким царям Маленьким, потому что ничего особенного в их жизни не происходило И упомянуты только некоторые отдельные эпизоды Для нас как раз интересно какие, что Хронист, автор нашей книги Видит ценного в рассказах об этих царях Можно же много рассказывать о великих стройках, о славных победах И это есть, но вот есть что-то более значимое Ага, это царь Южного царства, почил с предками и был похоронен в городе Давидовом Ну то есть в Иерусалиме, в его центральной части Царем после него стал его сын Аса, при нем в течение 10 лет в стране был мир А я напомню, что Ави разбил северян, израильтян, да, и тем самым прекратил войну с ними Которая еще с момента раздела царства продолжалась Аса творил добро и поступал так, как было угодно Господу, Богу его Чужие жертвники и капищу он разрушил, священные камни разбил, дерева Аширы срубил Ашира богиня языческая, ну даже не то, что отдельная богиня, это скорее, ну такая богиня, вот собирательная, да, то есть вообще-то это такая богиня, которая при каком-то мужском божестве обычно бывает Он велел аудеям поклоняться Господу, Богу их отцов и исполнять законы и заповеди его Во всех поселениях аудеи он запретил местные святилища и кумирни То есть центром поклонения Богу становится Иерусалим В теории, на практике мы понимаем, что бывало всякое Приося покой был царство иудейском А это непосредственный вывод, да, вот царь, который хранит верность единому Богу, и при нем все хорошо Пользуясь мирным временем, он построил оборонительные укрепления в городах аудеи Смотрите, вот логика обычного историка Он построил оборонительные укрепления в городах аудеи, поэтому никто не решался напасть Поэтому был мир, да, у нас сильная армия, мы крепим оборону страны, на нас никто не нападет Нет, Бог дал нам мирное время, мы тратим его на то, чтобы укрепить оборону Мало ли вдруг это прекратится, да, обратная логика В те годы никто с ним не воевал, потому что Господь даровал ему мирную жизнь А не потому, что он был таким замечательным полководцем и строителем укреплений Он сказал аудеям, давайте отстроим эти города, обнесем их стеной, воздвигнем башни и ворота с запорами Страна еще в нашей власти, потому что мы почитаем Господа, Бога нашего почитаем И он даровал нам повсюду мирную жизнь Иудеи отстроили города и процветали Да, вот прямо его философия и история, она очень проста и понятна В войске Осы было 300 тысяч воинов из племени Иуды, вооруженных большими щитами и копьями 280 тысяч из племени Вениамина, а Вениамин маленькое племя Ну, здесь по численности вроде как не сильно меньше Но оно, в общем-то, при Иуде, да Вооруженных малыми щитами и луками Все они были могучими воинами Но, и однако, не все было мирно Вот смотрите, есть такая идиллия, это первая часть нашей 14 главы А есть, ну, такое исключение, суровый опрос в жизни На них пошел войной Кушит-Зерах Кто такой, не очень понятно Имя семитское Кушит, официально это вроде как у нас Жители Судана и Эфиопии, то есть еще южнее Египта Но как он оттуда вылез, неизвестно Может быть, что-то другое под словом Кушит Ну, не очень важно, какой-то иностранный завоеватель В его войске было тысяча тысяч воинов и 300 колесниц Цифры нереальные, конечно, миллион Это войско Наполеона, с которым он вторгся в Россию Чтобы это было в древнем мире, очень трудно себя представить Но, возможно, здесь какие-то искажения Мы уже видели в хрониках по сравнению с царствами другие цифры Когда он достиг Мориши, это небольшой городок Ему навстречу выступил Осай и выстроил свои войска для сражения в долине Цифата около Мориши И Осай возвал Господу Бога своему Господи, никто, кроме Тебя, не сможет помочь, когда столкнется слабый с могучим Вот тоже Не мы тут такие молодцы, мы укрепление построили Мы тут тренировались, боевую политическую подготовку повышали А Господи, Ты поможешь? Мы с вами не справимся Так помоги нам, Господи Божий наш Мы к Тебе обращаемся за подмогой И к имени Твоему, Господи Божий наш Прибегаем перед этими полчищами Пусть не одолеет Тебя человек То есть пусть чисто человеческая сила Тактика, умение, оружие, мастерство военное Не одолеет Тебя А кто Ты? Ты — это мы На поле боя выходим с именем Твоим Отстаиваем веру в Тебя Защищаем Твое святилище У Бога, говорят, иногда нет на земле других рук, кроме наших И вот он так смело ему говорит Пусть тебя не победит Пусть нас, конечно, не победит И Господь сделал так, что оса и иудеи нанесли поражение кушитам Обратили их в бегство А оса со своим войском преследовал их до Герара Еще одно местечко на юг западе Палестины Кушиты понесли такие потери, что не смогли оправиться И вот какое поражение потерпели они от Господа и его войска Иудеи же захватили богатую добычу, уничтожили все поселения вокруг Герара Ужас Господень поразил их жителей Все эти поселения иудеи разграбили, много добра унесли Потом они разорили стойбище пастухов И, захватив множество баранов и верблюдов, вернулись в Иерусалим И каждый раз, как такое примечание У северян кусочек территории оттяпали в предыдущей главе У этих стада, соответственно, увели Ну, то есть, они о себе не забывали Не надо идеализировать их Это не такие паладины, там, воины добра и света Которые не пьют, не спят, не едят А только сражаются за истину Нет, они, ребята, простые Но вот при этой своей простоте Они сохраняют веру в единого Бога И для хрониста это самое главное Ну, что будет дальше Следующая, пятнадцатая глава